Балдеж, просто балдеж. От идеи до реализации все получилось очень здорово. Это специальная ткань, то есть для тонкой фильтрации, да? Да, да. Это пример, как мы выполняем программное обеспечение, как это вообще все выглядит. Симмер в Германии делает настолько говняные трамваи, что это вообще невозможно. Я в Москву таки выпустить не могу. А вот как считаешь, вот та тема, что скоро нейросети будут программировать, в том числе и роботов, Дойдет? Придет к этому? О, это наш красот, тем не менее. Сегодня у нас на стенде больше 30 моделей, ходят по выставке. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Добрый день, Петр. Давно не виделись. Константин, приветствую. Целый год прошел. Все как всегда. Кто видел предыдущие мои обзоры, это компания с ПК Групп, город Екатеринбург. Ну, ребята специализируются на всем, что связано с окраской, с подготовкой к окраске, воздухом. Да, Константин, за последний год у нас специализация ни в коем случае не поменялась. Мы только усилили свои позиции по всем направлениям. У нас сильно развелось направление порошковой окраски. Стало еще больше, еще мощнее. В судостроительной сфере у нас появились интересные референции в авиастроении. Мы строим огромный комплекс в Минске, ремонтный завод. И сейчас, конечно, ситуация в стране нестабильная. И в связи с этим, с точки зрения специй, изделий, очень-очень много работы. Петр, я не ослышался. То есть вы начали работать с братьями белорусами, да? Конечно, мы всегда с ними работали. Но была определенная специфика белорусского рынка. Особенность специфики заключается в том, что на исторический промежуток времени, очень длинный, Белоруссия закупалась у Европы. Им намного ближе это было таскать. С Европы такое оборудование сейчас. Европейские коллеги не могут или не хотят, или им запрещено поставлять. Белоруссия наконец-то обратилась в сторону России. Один из самых крупных покрашенных комплексов, который лично я видел, это комплекс на Челябинском механическом заводе, делать автокраны Челябинск. Вот с тех пор было нечто подобное, или более крупное, может быть, в районе? Конечно, было и крупнее, и подобное, и так далее. То есть, допустим, схожее мы построили в Омске. Это огромная зона открытой окраски. Мы построили абсолютное ноу-хау для мира в Нижнем Новгороде. Это мобильная окрасочная сушильная камера. Никто никогда такого в мире не делал. Она просто перемещается по цеху и в необходимом месте останавливается, красит, сушит, выполняет все технологические операции. Вместе с ней перемещается и система автоматического пожаротушения, автоматическое окрасочное прикрытное отделение. Точно так же ездит по всему цеху. От идеи до реализации все получилось очень здорово. Если тебе интересен именно гигантизм, то сейчас на Выксенском заводе корпусов строится огромное окрасочное производство. Нам выделили огромные площади. Мы строим копию ЧМЗ только в 3-4 раза больше. То есть, это тоже будет открытое окрасочное производство в открытом цехе? Перед нами пример зоны открытой окраски. Иногда так бывает, что по технологии все-таки нужна зона открытой окраски, но при этом невозможно производить фундаментные работы. В таком случае рождается система именно с боковой вытяжкой. Здесь применена наша российская разработка. Это фильтра ПТС-блоки с повышенной емкостью для краски. То есть, они могут на квадратный метр принимать до 100 кг сухого остатка краски. В то время как классический стекловолоконный фильтр принимает на себя не больше 7 кг, после чего умирает. За счет этого вытяжная система может работать просто месяца напролет без замены газобслуживания. Петр, а вот я смотрю, да, вот такие фильтры вроде я раньше у вас не наблюдал. Это вот что такое? Что за ткань такая? Это специальная ткань. Более тонкая фильтрация, да? Да, да. То есть, в зависимости от типа краски, от распыла применяется еще и тип фильтра. То есть, допустим, для полиуретанов одна, а для лаков другая. Вот, соответственно, у нас в нашей линейке таких фильтров очень много. И мы стараемся закрыть именно вот конкретные задачи заказчика. Что у него, чем он красит, каким методом и так далее. Как раз ячейка, да, которая создает центральный поток, насколько я помню, да, и вот это вот ограничивающий поток воздушный. Ну, для тех, кто смотрит нас впервые. Да, да, соответственно, эта технология, она очень-очень грибная. То есть, она позволяет осуществлять подачу воздуха с высоты до 15-20 метров. И при этом на высоте 2 метра, ну, то есть, там, где ведется окрасочная работа, происходит эффективный унос окрасочного опыла. Ну, ради смеха можешь сегодня пройтись по конкурентам. То есть, ну, единственная в России компания, которая делает подобное оборудование. Но при этом это оборудование очень активно пытаются повторить различные общеобменные вентиляционные компании, вот, которые, ну, не понимают вообще, как работать с краской, что это такое, как эффективно носить окрасочный опыл, как с этим работать. Петр может говорить бесконечно об окрасочном производстве. Я немножко перебью и расскажу для более простыми словами, пытаюсь для тех, кто впервые смотрит. То есть, кто вообще интересуется проблемами окраски, технологией окраски, обязательно посмотрите. У меня на канале был видеоролик. И, в принципе, на канале в YouTube и ОСПК групп есть эти видеоролики, где вот это вот оборудование, оно стоит под потолком, ну, где-то на высоте, наверное, 15-20 метров и выше, наверное, да. И весь цех является окрасочной камерой. То есть, это реализовано на Челябинском механическом заводе. Я думаю, кому интересно такие проекты, они, в принципе, могут, наверное, созвониться с руководством завода и узнать, как это все дело работает. Да, сейчас таких проектов много. Есть зона открытоградки побольше, есть поменьше. Сейчас мы уже смешно внедрили эту технологию в Россию, люди ей интересуются. В проекте, ну, то есть на стадии продажи таких объектов, очень много в стадии реализации, очень много. Также стоит отметить, что самую большую камеру для самолетов, которые сейчас строятся в том же самом Минске 47-й авиационный завод, точно так же окраска самолета реализована на базе наших сопел дальнобойных, создающих двухпоточный ламинарный поток воздуха для уноса краски. Это пример чисто для выставки. Это вентиляционный приточно-вытяжной агрегат. Он такой немножко футуристический. Он признан для того, чтобы просто показать качество вентоборудования, который мы применяем. В нем стоит тема приточно-вытяжной вентиляции, рекуперация, фильтрация. Отдельно следует отметить, что там стоят ячейки плазменного дожига, деструкции. У нас в краске есть две вредности. Это окрасочная пыл, это твердые вещества, которые можно уловить простым фильтром. Либо это фильтр стекловолоконный, либо это картонный фильтр, либо наш лабиринтный фильтр и так далее. Также есть пары калуова, пары ксилова, так называемые органические соединения, которые очень негативно влияют на общее состояние человека. У них очень высокие требования по предельно длительной концентрации в рабочей зоне. И также они взрывоопасны. Соответственно, для того, чтобы минимизировать количество выбросов, применяются различные системы так называемого дожига. Мы остановились на разложении, то есть когда углеводороды, которые входят в состав органических соединений, они просто разлагаются под воздействием высокого тока, под воздействием плазмы на элементарные составляющие. Это можно показать или это секретом является? Давай посмотрим. Ну вот как к примеру, это стоит блок каталитического разложения, соответственно, это электроды, которые находятся вдоль стеклянных пластин. Они создают разрежение, по сути разлагают цианш-группу, которая входит в состав углеводородов, органических соединений. По сути, как пример, то есть это агрегат на 10 тысяч кубов. Пары творителя, проходя через эти решетки, они сгорают, да? Мы разлагаются, мы получаем на выходе озон, который прекрасно усваивается атмосферой. Константин Проул. Про технику, про предприятие, про людей. Прошлый год, когда мы с тобой разговаривали, ты акцентировал внимание на том, что все электродвигатели у вас Сименс. Прошел год еще, что-то изменилось? Нет, нет, ничего не меняется. Контроллеры, двигатели, мотор-редукторы, все, можно быть в исполнении от Сименса. Конечно же, появляются специальные транспортные потоки, как мы их добываем. Но при этом мир полностью открыт, можно добыть практически любую железку, было бы желание. Конечно же, мы работаем и с другими поставщиками, то есть здесь уже в зависимости от клиента. Но, допустим, если клиент уже 30 лет работает на Сименсе, у него все оборудование на Сименсе, он никогда не купит ничего на другой системе, потому что оно, зачем ему нужно? У него полностью все производство, все специалисты, вся сервисная служба заточены под Сименс, и нельзя его разочаровывать. Да, конечно, вопрос с некоторым программным обеспечением остается. Допустим, когда мы делаем полную симуляцию предприятия, полную симуляцию завода, это тоже делается на Сименсе, на базе программного обеспечения, и клиенту нужно выдавать уже конечный продукт. Ну, я так понимаю, просто нету пока альтернативы достойной, да? Много достойных альтернатив, если честно, но надо, и чтобы рынок к ним привык. Время должно пройти. Конечно, конечно. Это пример, как мы выполняем программное обеспечение, как это вообще все выглядит. То есть, когда можно создать любой режим работы оборудования, условно говоря, мы можем последить каждый элемент. У нас есть различные режимы работы оборудования, которые настроиваются оператором. У нас есть различные сервисные режимы, то есть, допустим, мы можем узнать все об этом оборудовании, почитать, что это вообще за камера, прочитать про вентиляционные агрегаты, то есть, какой там диаметр рабочего колеса, какой тип двигателя, какие киловатты, обороты и так далее. То есть, мы приходим к полной цифровизации покрасочных производств для того, чтобы организации, которая с ними работает, было полное понимание. Потому что основная проблематика, как мы это видим, когда вот поставил покрасочную камеру, допустим, в какой-то завод, и в этой покрасочной камере непонятно, что происходит. То есть, фильтра, не фильтра, загрязнились, не загрязнились, что пора менять, как нам необходимо, допустим, обслужить двигатель и рыться в бесконечном количестве документации, это просто тяжело. А так, у нас есть просто счетчик наработки моточасов по каждому элементу, и система сама говорит, что, господа, у вас там, допустим, через 50 моточасов нужно будет обслужить двигатель, клиенты тоже начинают это усинить. То есть, допустим, когда у клиента не одна единица оборудования, а просто 50, и невозможно собрать всю эту документацию, там, для того, чтобы грамотно обслуживающим персонал за этим следить. Здесь все удобно. Слушай, а вот это вот я обратил внимание, это когда горелка стоит, да, это что такое? Да, это вот итальянская горелка. То есть, это камера подготовки воздуха, да, нагрева? Это теплообменник, это просто пример исполнения теплообменника, как это все выглядит. Это для нагрева воздуха. Многие компании просто делают теплообменник из черной стали, он прогорает. Здесь я смотрю нержавейку. Да, конечно. У вас в этом году появились вот эти вот транспортировочные системы, по-моему, в прошлом году у вас на стенде их не было. Вот эти там? Да. Непосредственно огромная часть наших задач – это обеспечение транспортом изделия по пространству цеха. Мы подошли к тому, что нам необходимы свои конвейерные системы. Пожалуйста, вот он, сребозащищенный робот, прямиком из Америки. Без проблем. Это все делается, было бы желание. Петр, а помнишь, ты мне в прошлом году как раз приводил простой пример, что научились делать у нас? Если сегодня у тебя будет возможность погулять по выставке, и ты зайдешь, допустим, в форум, то в том году на форуме стояло несколько компаний, именно российских, которые изготавливают российскую робототехнику. С ними очень рекомендую тебе пообщаться, потому что они изготавливают уже роботов российского производства. Еще рано говорить о том, что все, мы тотально хватаем и бежим туда. Пока рано. Ну а как ты думаешь, вот чтобы ваша компания перешла на красочных роботов именно нашего производства, сколько лет еще должно пройти? Должен сформироваться как таковой рынок покрасочных роботов, потому что сейчас наша компания, она его только формирует. В России любят сваривать с помощью роботов, начинают перекладывать с помощью роботов, может быть какая-то резка металла, но при этом именно покраска нету такого. То есть мы только внедряем это. Поэтому говорить о том, что мы сразу с порога и во враг, рано. Мы плотно работаем как с Грака, так и сами с Кремлиным. Сейчас это два крупнейших поставщика, представленных на российском рынке. И если ты походишь по нашему стенду, то вон допустим Игорь это Грака, а вон Артем это Саммис. Ну понятно. Слушай, а Грака я помню, это американские производители, да? А вот Саммис, честно говоря, не… А Саммис французы. Саммис французы, это французская компания. У них разные сильные стороны. Мы уже сразу полностью все это дело собираем из себя на предприятии, обличаем это в конкретную форму и привозим клиенту вместо наборки из 200 наименований, просто три наименования крупных блоков. Который мы по месту просто соединяем комутами и у него уже получается смешение, подача краски в максимально готовом заводской комплектации. Это хорошо и удобно. Конечно же получается, что основная компонентная база в окраско-фрикадрительном отделении, она европейская, но поскольку именно в этом случае у нас идет российская… О, это наш красотка. Сегодня у нас на стенде больше 30 моделей, ходят по выставке. Это наша и слабость, и сильная сторона. То есть, допустим, появляется вот такой формат. Мимо уже не пройдешь. Это не только способ привлечения клиентов, это также показатель того, чем живет и дышит наша компания. То есть, допустим, если посмотреть на то, чем мы занимаемся помимо покрасочных производств, то, допустим, мы полностью поддерживаем мото-клуб «Черные ножи». Место дислокации, где они могут располагаться, мы постоянно участвуем в мото-фестивалях, мото-забегах, это часть нашей философии, нашей культуры. Это все молодые модели, часть моделей московские, часть моделей классические, екатеринбургские. Для меня это все способ продвижения продукта, просто способ, чтобы клиент приходил на стенд с хорошим настроением. Я слышал, что вы за предыдущий год, по-моему, в два раза увеличили объемы производства. Мы увеличили оборот в два раза относительно того года за первые четыре месяца. Уход конкурентов европейских он тоже вам на руку сыграл, да? Да, конечно, все компании, которые не подвержены каким-то паническим атакам, смогли для себя найти определенные плюсы из сложившейся ситуации. То есть наше руководство компании приняло решение давить на акселерометр и не останавливаться, просто максимальное количество ресурсов в это тяжелое время было приведено в компанию, у нас значительно увеличился штат, мы видим, как некоторые компании из нашей сферы просто не выдерживают конкурентные гонки, уходят с рынка. Мы с радостью берем высококачественных специалистов. Петр, я правильно же понимаю, если увеличились объемы производства, то у вас, вашим клиентом в свою очередь является машиностроительное предприятие, да? То есть получается, по вам можно судить и о промышленности у нас в стране? Да, это однозначно так. Почему-то у обычного, ну грубо говоря, среднестатистического человека, который работает в городе, не связанных с производством, ощущение такого упадничества, что о, в стране все плохо, это вообще не так. Может быть пропаганда это? Это же, ну очень жесткая пропаганда, потому что, допустим, я бываю на трех-четырех заводах в неделю, я вижу, как на каждом заводе происходит выпуск прекрасной продукции, что постоянно руководство этих предприятий следит за тем, чтобы предприятие развивалось, чтобы следить за культурой предприятия и так далее. И таких предприятий просто сотни. Просто эта продукция не массового потребления. Допустим, мы не изготавливаем всякие маленькие пластиковые элементы в огромных количествах, не изготавливаем микроэлектронику, да, то есть есть компании в мире, которые заняли эту нишу очень сильно, и это очень конкурентная с этим сфера. Надо целиком менять общий менталитет страны, чтобы в нее залезть, но при этом наша средняя и тяжелая промышленность, она просто впереди планеты всей абсолютно. Петр, ну а вот так на скидку можешь выделить какие-то предприятия, которые тебе запомнились, которые можно озвучить, которые, на твой взгляд, сейчас развиваются ударными темпами, про машиностроители мы говорим. Прямо про машиностроительные, но, допустим, сейчас у меня идет очень плотная работа с ОСК, где у нас удовлетворительная корпорация. ОСК – это компания, которая курирует практически все верфи страны, то есть она распределяет заказы на различные суда между всеми верфями и распределяет, где должна происходить модернизация, как это должно происходить вообще в целом. То есть отличная компания, высочайшая компетенция, курирует сразу огромное количество сверхзаводов. Отдельно хочется сказать о железнодорожной тематике. То есть, допустим, в Екатеринбурге у нас завод по производству поездов «Ласточка», Тихвинский завод, железнодорожный транспорт, не помню, как точно его название, Тверь, тоже с железнодорожным транспортом. Все там настолько великолепно, что можно просто восхищаться за это, и двухэтажные поезда. У нас делают сейчас? Да, конечно. То есть это и трамваи, которые полностью алюминиевые. То есть это отдельно. Это вот тот алюминий, который раньше нам Сибинс, по-моему, начинал делать. То есть мы сейчас полностью сами уже делаем, да? Полностью сами. Отдельно вот это удовольствие, когда ты сидишь на совещании у самых высоких чинов, и они параллельно, помимо твоей покраски, обсуждают еще какие-то элементы, и технори ссылаются. Ну вот, допустим, в Германии Сименс же делает вот таким образом алюминий. Вот так мне вот генеральный директор так. Сименс в Германии делает настолько говняные трамваи, что это вообще невозможно. Я в Москву такие выпустить не могу. Меня просто засмеют. Давайте делать нормально, без всякого говнолепства. И это на полном серьезе так, потому что зачастую компании уже видят больше бренд, чем детали и качество. То есть можно присмотреться и увидеть даже в самом крутом и именитом бренде какие-то абсолютно фатальные ошибки. Ну, допустим, раньше даже в том же самом Феррари были деревянные детали, ну, потому что так было проще, быстрее. Зачем это изготавливать сложный элемент, когда можно оботкнуть деревяшку и оно будет работать. А из-за лицовщиков кому-нибудь что-нибудь делали в ближайшее время? Мы сейчас на Коксомольске-на-Уморе у нас идет очень плотная работа. На Урале, на Уральском заводе гражданской авиации мы построили для L610-го самолета камеру. Она просто заслуживает огромного внимания. Буквально, наверное, в течение месяца сам завод будет запускать про нее ролик, потому что там завод просто пищит, ему нравится. А в последнее время везде обсуждается про нейросети, про искусственный интеллект и его использование в системах программирования, ну, в производственных системах? Мы активно используем нейросети у нас в работе, но больше эта работа идет для дизайна. То есть пока что детально в промышленности мы не смогли применить это в автоматическом проектировании. А вот как считаешь, вот та тема, что скоро нейросети будут программировать, в том числе и роботов, придет к этому? Конечно, придет, однозначно, без вариантов, все, что можно объяснить на пальцах и выполнить по определенному алгоритму, оно будет полностью автоматизировано. Человечество к этому идет, это видно, и даже не стоит в этом сомневаться, оно в любом случае будет. Что люди там будут делать? Куда профессии ковидуты? Наконец-то для человечества у нас не в то время, когда мы все должны быть сами творческими, радостными, радоваться жизни, попивать минералочку и в загрязненной окружающей среде. Звучит заманчиво, но получится ли это, скажем так, в эпоху капитализма или все-таки мы должны перерасти на некий новый какой-то социально-экономический строй прийти. Но здесь, к сожалению, уже будет мое личное мнение, поэтому я его оставлю при себе. Давай предложим зрителям пофантазировать, когда кругом будут роботы и нейросети, что будем делать мы? Нейросеть может заменить рутину, но человек, его творчество, его… он никогда не вытеснется машиной. Ребят, я выражаю огромную благодарность компании SPK Group, потому что те ролики, которые вы еще увидите в рамках этой выставки, они смогли случиться благодаря тому, что SPK Group пригласила меня на эту выставку в Москву. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал в YouTube SPK Group. Все, что связано с окраской, с подготовкой металла, воздуха, все, что касается окрасочных производств. До свидания. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok